Добрый вечер, дорогие телезрители! С вами Александра Тропникова и телевикторина «Удачный четверг». А это значит, что прямо сейчас вы сможете порадовать себя и близких, выиграв пригласительные на спектакль «Чапаев и пустота», который состоится уже 29 октября в 19.00 на сцене Дворца культура химик имени Докторова. Всего сегодня я раздам три пары пригласительных, поэтому советую незамедлительно набрать номер прямого эфира 4495216 из мобильных устройств 84964495216, ответить на два вопроса верно и забрать свой приз. «Чапаев и пустота» впервые состоится в Воскресенске, и именно вы можете попасть на головокружительную премьеру. А у нас звонок. Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь, вы в эфире. Анастасия. Очень приятно. Расскажите, смотрите нашу программу? Всегда, регулярно. А какая ваша любимая программа на нашем телевидении? «Детки на Векте». Отлично, да, замечательное семейное шоу. Ну что, Анастасия, вы готовы сегодня отвечать на вопросы? Да. Хорошо, тогда вопрос первый. Первый вопрос у нас будет о Воскресенске и Воскресенске в лицах. Совсем недавно внимание всех СМИ округа и не только округа было приковано к спортсмену, активному гражданину и нашему земляку Алексею Кузнецову. И это не случайно, ведь Алексей Кузнецов стал обладателем серебряной медали на Паралимпийских играх в Токио. Вопрос. В каком виде спорта? Гребля, пауэрлифтинг или метание копья? Алексей Кузнецов. Паралимпийские игры в Токио. Какой вид спорта? Гребля, пауэрлифтинг, метание копья. Ваш ответ? Метание копья. Вы уверены? Да. И Анастасия, да, действительно, это правильный ответ. Алексей Кузнецов, российский легкий атлет и армрестлер. Двухкратный серебряный призер паралимпийских игр, чемпион и призер чемпионатов мира в метании копья, рекордсмен мира, заслуженный мастер России. Ну что ж, Анастасия, вы на один шаг ближе к своему призу, но рано еще радоваться, потому что следующий вопрос тоже должен вас обрадовать и тоже не должен у вас оставить никаких сомнений к ответу. Ну а может быть он вас затруднит. Сейчас и проверим. Вопрос следующий. Тема театр. Во время театрализованного представления часто используются изделия, лишь изображающие настоящие предметы. Эти предметы называются аллегория, бутафория или реквизит. Предметы, лишь изображающие настоящие предметы в театрализованном представлении. Аллегория, бутафория, реквизит. Ваш ответ? Реквизит. Реквизит. Анастасия, вы часто ходите в театр? Нет. Хорошо. Реквизит. Смотрите. Реквизит – это совокупность всех необходимых для представления предметов. Они могут быть и реальными, и бутафорией. А вот вещи, которые лишь обозначают настоящие предметы, называются бутафорией. Ответ, к сожалению, неверный, но не страшно, не отчаивайтесь. Ваши добрые слова сейчас может услышать весь Воскресенск, поэтому мы слушаем вас. Всем тепла в душе, несмотря на такую плохую погоду. И хорошего настроения. Спасибо большое вам за участие. Обязательно жду вас в следующих эфирах. Хорошего вечера. Друзья, по-прежнему три пригласительные на две персоны остаются в кубышке. Они ждут вас, вашего звонка, а я жду ваших правильных ответов. 44 95 216. Телефон прямого эфира и шанс попасть на спектакль «Чапаев и пустота», который пройдет 29 октября в 19.00. И не нужно никуда ехать. Все состоится у нас в городе, во Дворце культуры химик имени Докторова. Звезды ближе, чем вам кажется. Если мы говорим о театральном представлении, то они достаточно редки. Но вы можете стать участником головокружительного, интереснейшего, захватывающего шоу уже завтра. Ведь завтра на телеканале «Искра в Экт» выходит новая серия «Добра шоу». Второй сезон, где отважные девчонки преодолевают испытания и прежде всего преодолевают себя. Чуть позже еще к этому вопросу обязательно вернемся. А сейчас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Наталья Калашникова из Новлянска. Наталья, очень приятно вас слышать. Да, постоянно ваша. Вы наш постоянный телезритель. Очень здорово. Как ваше настроение, Наталья, расскажите? Боевое, а то я уже соскучилась по вас. Это взаимно, это замечательно. Как вам погода сегодняшняя? Погода хорошая, ветра нету. Хорошая, мне понравилось. Я гуляла сегодня. Здорово. Прогулки – это замечательно. Ну что, не буду вас томить. Первый вопрос. Назовите одну из девяти мус древней греческой мифологии, которая покровительствовала театру и трагедии. Ее звали Клио, Мельпомена или Эфтерпа. Богиня древней греческой мифологии, которая покровительствовала театру. Клио, Мельпомена, Эфтерпа. Ваш ответ? Мельпомена. Мельпомена. Второй вариант, правильно? Да, да, да. Наталья, вы уверены? Да, да. И это действительно правда, да, это правильный ответ. Мельпомена – это одна из девяти мус древней греции, которая покровительствовала театру и всему театральному искусству. Ну что, Наталья, второй вопрос. Давайте сразу перейдем к нему. Да, есть у тебя прямо ожидание. В нашем городе открыли памятник на территории усадьбы Кривякина. Вопрос, кому посвящен монумент? Николаю Федоровичу Хрипунову, Николаю Эпштейну или Ивану Ивановичу Ложечникову? Памятник открыли на территории парка Ложечникову. Я уже в курсе. Ивану Ивановичу Ложечникову. Да, 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 в парке. Да, Наталья, это абсолютно правильный ответ. Ивану Ивановичу Ложечникову открыли монумент в нашем парке Кривякина. И ваш приз. Я вас поздравляю. Два пригласительных билета на Чапаев и Пустота, на спектакль. Вручаются вам, с вами свяжутся и расскажут, как их получить. А сейчас вы можете передать привет родным и близким. Я передаю привет всем своим друзьям, всем родным передаю. Всех люблю, всем здоровья желаю. И такой же удачи, как у меня всегда. Спасибо большое вам за игру. Жду вас в следующих эфирах. Хорошего вечера. Спасибо. Друзья, два пригласительных уже отданы. Еще две пары пригласительных ждут вас и вашего звонка 44 95 216. Я жду вас в прямом эфире прямо сейчас. Чапаев и Пустота – один из самых успешных и нестандартных спектаклей на современной российской сцене. Необычный литературный материал, смелая режиссура и звездный актерский состав вот уже 20 лет пользуются невероятным успехом у публики. А у нас в Воскресенске он впервые. Напоминаю вам и на эту премьеру вы можете попасть абсолютно бесплатно, выиграв сейчас, прямо сейчас в прямом эфире два пригласительных. А завтра вечером на телеканале Искра Вект вы можете посмотреть новую серию второго сезона Доброшоу. Как я уже говорила, девчонки преодолевают себя, свои страхи, свои, еще раз скажу, страхи, потому что это очень важно. Они становятся крепче, увереннее, интереснее от серии к серии. И вы это можете наблюдать прямо из своего дома, став частью процесса. Доброшоу это уникальный проект на нашем Воскресенском телевидении. Все девочки наши, родные, с нашего края, наши горожанки, которые хотят сделать этот мир чуточку лучше. И в конце каждого сезона каждый из них представляет свой авторский социальный проект. К участию были приглашены все девушки от 18 до 35. Вы можете посмотреть кастинг, это была первая серия второго сезона. И 10 девчонок удостоились шанса поучаствовать в втором сезоне и стать нашими звездочками и совершить хорошее дело. Какие будут проекты у девчонок, мы еще совершенно не знаем, потому что только третий этап состязаний у них идет. Но совершенно точно знаю, что они будут интересными, уникальными, поэтому нужно смотреть весь сезон, не пропуская ни одной серии. А у нас звонок, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Роман. Роман, здравствуйте, приятно вас слышать. Вы наш постоянный телезритель. Приятно. Как ваше настроение? Нормально. Роман, а вы любите театр? Ну, да, но не все. Отдельный репертуар, хорошо, я вас поняла. Именно, больше классику. Ну, как вы думаете, вам сегодня удастся выиграть? Как повезет. Хорошо. Тогда вопрос первый. Назовите роман, автором которого не является Виктор Пелевин. Не является. ОМОН РА «Беспокойство поколения Пи». Еще раз. Автором которого не является Виктор Пелевин. ОМОН РА «Беспокойство поколения Пи». Ваш ответ. Так, я, к сожалению, не являюсь поклонником этого автора, поэтому, конечно, для меня это весьма затруднительно. Можно еще раз варианта только? ОМОН РА «Беспокойство поколения Пи». И ваш ответ, Роман? Ну, давайте, будет третий. Поколение Пи. Да, потому что только наугад исключительно, к сожалению. Наугад. Ну что ж, Роман, к сожалению, это неправильный ответ. Это «Поколение Пи» и ОМОН РА – это романы как раз-таки Виктора Пелевина. А вот «Беспокойство» написали братья Стругацки. Но ничего страшного. Я уверена, что удача будет на вашей стороне в следующий раз обязательно. Сейчас можете передать привет и теплые слова Воскресенску. Ну, привет всем своим близким, в первую очередь, друзьям, да. Спасибо большое, Роман, за игру и хорошего вам вечера. Угу. Всем пока. Ну что, друзья, еще два пригласительных на две персоны каждый может достаться вам. Один из пригласительных на две персоны 44 95 216. Телефон прямого эфира. Звоним прямо сейчас с мобильных устройств 8 496 44 95 216. Звоним, отвечаем на два вопроса верно. И выигрываем два пригласительных на спектакль «Чапаев» и «Пустота». Виртуозный Михаил Крылов в роли Петра Пустоты. Весельчак и шоумен Михаил Полицеймака Котовский. Молодая и талантливая Мария Казакова Анка Пулеметчица. И брутальный красавец Павел Сборщиков Сердюк. В роли легендарного командива Василия Ивановича Чапаева на сцену впервые выйдет Александр Устюгов. Не каждый актер искнет сыграть эту роль после непредсказуемого Михаила Ефремова. Но Устюгов не из робкого десятка. Пожелаем же Александру успеха и вдохновения. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь, вы в эфире. Меня зовут Татьяна. Очень приятно. Татьяна, расскажите, как ваш настрой? Да ничего, так боевой. Отлично. Виктора Пелевина читали, знакомы с его творчеством? Особо не читаю. Хорошо. Ну что, раз вы готовы отвечать на вопросы, не будем вас томить. Вопрос первый. Категория театр. Как называется вид сценического искусства, при котором актеры не используют речь, а показывают все действиями? Реприза, пантомима, антреприза. Театральный вид искусства, все показано действиями. Реприза, пантомима, антреприза. Ваш ответ? Второй вариант. Пантомима, вы считаете? Ну да. А почему не антреприза? Да нет, я думаю, что все-таки второй. Это наугад или вы знаете? Четко наугад. Хорошо, ваша интуиция сегодня вас не подвела. Это действительно пантомима. Все правильно. И мы переходим ко второму вопросу. Давайте это будет фото вопроса. Пока у нас прогружается фотография, расскажите, как ваше настроение сегодня в этот осенний, немного дождливый день? Ну, настроение, короче, не очень, потому что погода не очень. Устала с работы. Хорошо. Ну что, фото вопрос вы уже видите. И он очень прост. Фасад какого театра вы видите на фото? Мариинского, Малого или Большого? Ваш ответ? Большого. Большого, вы уверены? Может быть, Малого, а не похожи? Мариинского, Малого или Большого? Не, Большого все-таки. Хорошо, и это абсолютно правильный ответ. Я вас поздравляю. Пригласительные на две персоны достаются вам. Как их получить, с вами свяжутся и расскажут. А сейчас можете передать теплые слова для Воскресенска. Ну, передаю всем-всем огромный большой привет. Ваша интуиция, Татьяна, сегодня вас не подвала, и это замечательно. Я очень за вас рада. Вы ожидали выиграть? Ой, честно, нет. Ну, здорово. Мы очень рады, что подняли вам настроение, которое было не очень. Но я думаю, после выигрыша оно точно у вас поднялось. Правильно? Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам за игру. Хорошего вечера. 44 95 216. С мобильных устройств 8 496 44 95 216. Нужно позвонить, ответить на два вопроса верно и забрать свой приз. Спектакль Чапаев и Пустота уже ждет вас. Осталось всего одно пригласительное на две персоны, и оно может стать вашим. Если прямо сейчас вы наберете номер прямого эфира, позвоните и правильно ответите на два вопроса. Чапаев и Пустота – удивительный спектакль, который точно стоит посмотреть. Зритель оказывается между двух миров, в одном из которых герой-командив Василий Иванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться в целесообразности всего происходящего во Вселенной. А в другой – пациент психиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грез. Напоминаю, что этот спектакль состоится уже 29 октября в 19.00 на сцене Дворца культуры химик имени Доктрова. Не нужно никуда ехать, все происходит у нас в Воскресенске, в центре города. Можно прийти и насладиться замечательной игрой актеров. Друзья, я не буду долго ждать, еще буквально пару минут жду вашего звонка, именно вашего правильного ответа. И все. После этого эфир будет закончен, и эти пригласительные просто останутся в кубышке. А у нас звонок, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Ставлянска. Виктор, очень приятно. Расскажите, как ваше настроение сегодня? Да нормально, дождик идет, ветер дует. Ну, а так все нормально, хорошо. Хорошо. Тогда давайте переходим сразу к вопросам. На какой банкноте Банка России изображен Большой театр России? Тысяча рублей, пять тысяч рублей, сто рублей. Банкнота Банка России. Какого номинала? Тысяча. Тысяча, пять тысяч и сто рублей. Так. Тысяча, пять тысяч и сто. Нет, тысяча не пойдет, что тоже, наверное, на пять тысяч. Ваш ответ? Наверное, на пять тысяч. Подумайте еще хорошенечко. Вот прям хорошо-хорошо подумайте. На сто рублей. Ну да, на сто рублей. Так, Виктор, ваш ответ? Сто рублей. Номиналом сто рублей. Хорошо. Ответ принят. И это абсолютно правильный ответ. Сто рублей, да. Я попрошу вас отойти от телеприемника, либо сделать чуть тише, потому что эхо, очень громкое эхо. Я отойду подальше. Так, второй вопрос. Что означает слово театр? В переводе с греческого «зрелище», в переводе с латинского «вид» или в переводе с древнеегипетского «соревнование». Что означает слово «театр»? Зрелище, вид или соревнование? Зрелище, я думаю. Вы считаете, что зрелище, с древнегреческого. Может быть... Театр, зрелище. Театр – это зрелище, да? Вы уверены? Ну, я думаю. Хорошо, Виктор, ответ принят. Соревнование воняшки. Виктор, ваш ответ принят. Вы ответили, что в переводе с греческого «театр» означает «зрелище», и это действительно правильный ответ. Я вас поздравляю, пригласительные на две персоны, на «Чапаев и пустота» на спектакль достаются вам. Как их получить, с вами свяжутся и расскажут. И сейчас в ваше время можете передать теплые слова, поздравления, приветы родным, близким и всему воскресенскому. Можете передать теплые слова, поздравления, приветы родным, близким и всему воскресенскому. Задействованным в постановке актерам удается филигранно объединить все эпохи, в которых разворачиваются события, олицетворяющие гражданскую войну, передающие нам ту эпоху. Ну что, друзья, три пары пригласительных на две персоны уже разыграны. Я еще раз вам напоминаю, что уже завтра выходит новая серия Доброшоу, уникальный проект на нашем воскресенском телевидении, который стоит посмотреть, а может быть, и поучаствовать в следующем сезоне. Друзья, с вами была Александра Тропникова, увидимся в следующем эфире «Удачного четверга». Субтитры создавал DimaTorzok